Доброго времени суток, меня зовут Гензар. Задача по биомеханике, часть первая. Что такое сила? Сила это действие одного тела на другое, которое изменяет или стремится изменить его движение. Вывести тело из состояния покоя, либо изменить его скорость. Сила это то, что заставляет предмет двигаться поступательно. Сила тяжести. Сила тяжести это сила, с которой тело человека притягивается к земле под действием гравитации. Гравитация это притяжение тел друг к другу. Центр тяжести. Центр тяжести это точка, вокруг которой равномерно распределены все части объекта. Если эти точки начнут двигаться относительно друг друга, то данная точка тоже начнет перемещаться. Вес. Вес это сила, с которой тело, находящееся в поле сил тяжести, действует на опору, либо подвес, препятствующий свободному падению тела. Сила реакции опоры. Сила реакции опоры это сила, действующая на тело человека со стороны опоры, либо подвес, при давлении на нее. Крутящий момент, вращательный момент, момент силы. Это величина вращающего действия силы. Момент силы численно равен произведению силы на ее плечо. Плечо силы. Плечо силы это кратчайшее расстояние от оси вращения до линии, вдоль которой действует сила. Задача по биомеханике. Часть 2. Надо было распечатать рисунок задачей. Это мы сделали. Нарисовать все внешние силы, действующие на человека в этом примере. Это я сейчас сделаю. Пункт 3. Выполнить работу, задачу по определению работающих мышц уже с графическим методом. Соответственно, сейчас начинаем. Итак, нам надо нарисовать все внешние силы, действующие на человека в этом примере. Это сила тяжести. Это сила, с которой тело человека тянется к земле. Нарисуем на схеме, на человечке это вот здесь. Так мы напишем сила тяжести. На схеме тоже нарисуем на всякий случай. Это точечку поставили. Я работаю с угольником, чтобы все было ровненько. Вот это у нас получается сила тяжести. И пропишу на всякий случай. Сила тяжести. Соответственно, тело человека давит на пол под действием силы, которая называется вес. Это сила, с которой тело человека, находящееся в поле действия силы тяжести, действует на опору. В нашем случае. И как мы знаем, по третьему закону Ньютона, сила действия рождает силу противодействия. Из-за того, что тело своим весом давит на опору вниз, соответственно, опора с такой же силой давит на него вверх. И эта сила называется сила реакции опоры. Это мы выяснили. Это уже получается вторая сила. На человечке это здесь. А схематично мы нарисуем здесь. Сейчас пропишем. Это сила реакции опоры. Так. И, собственно, еще одна внешняя сила, которую мы разберем подробно, это сила тяги троса. Как раз вот у нас в задаче, да, сила для анализа. Это сила тяги троса, части тела для анализа. Это, получается, предплечье и плечо. Работа мышцы заключается в преодолении внешней нагрузки. Мышца сокращается, стараясь приблизить места ее прикрепления к костям друг к другу. Мышца создает усилие в направлении противоположной внешней нагрузки. Все движения нашего тела вращательны. То есть, части нашего тела вращаются вокруг оси, которые проходят через разные суставы. В данном случае у нас будет плечевой и локтевой. Таким образом, мы определим вращательный момент внешней силы на какую-то часть тела. И после этого поймем работу мышц. Это будут те мышцы, которые прикладывают усилия и пытаются двигать эту часть тела в направлении противоположному внешнему моменту, да, внешней силы. Вот. Начинаем с того, что определяем и рисуем внешнюю силу, про которую, да, мы говорили. Это сила тяги троса. Для начала указываем место, где действует сила. В этом месте ставим точку. Сейчас возьму маркер. Это место, где трос и рука соединяются друг с другом, да, получается. Вот у нас это место. Теперь из этой точки стрелкой указываем направление действия силы тяги троса. Беру угольник. Вот. С этой точечки рисую. Так, давайте другим маркером. Пускай будет. Вот. Кажасно. Так, это получается у нас сила тяги троса. Так. Теперь. Из этой... Получается вот уже вдоль, вдоль. Ну, из этой можно и вдоль, да, вдоль. Силы проводим прямую линию в обе стороны. Вверх и назад. Я возьму для этого карандаш, чтобы у меня было отдельно все. Так. Теперь. Определяем нагрузку на предплечье и плечо руки. Оси вращения предплечья и плеча проходят через локтевой и плечевой суставы. Ставим там точки, соответственно. Так. Берем. Вот здесь точечку. Это локтевой сустав. Это плечевой сустав. Теперь. Вокруг этих осей плечо и предплечье могут вращаться, поднимаясь, анатомически сгибаясь. Или опускаться анатомически, разгибаясь. Нам надо найти, да, плечо силы. Это, напомню, да, кратчайшее расстояние от оси вращения до линии, вдоль которой действует сила. Для этого, чтобы определить кратчайшее расстояние, нужно от оси вращения до этой линии провести отрезок, прямой отрезок под прямым углом. Перпендикулярно. Соответственно, мы для этого дела берем угольник. Угольник вот ставлю вдоль этой линии. И вот соединяю с плечевым суставом, с точкой, где я нарисовал. Так, вот. По центру, чтобы было. То же самое делаю с плечевым суставом. Вот у нас тут получается перпендикулярно. Прямой угол. Прямой уголь. Тоже пропишу. Д. Так, локтевого. Это у нас плечевого. Теперь мы видим, что существует действующая на руку сила. У этой силы есть плечо, соответственно. Таким образом, становится очевидно, что она создает вращательное усилие. То есть, вращательный момент. Если надо, то мы можем, в принципе, рассчитать его величину. При необходимости умножим величину силы на длину плеча. Теперь нам надо дуговой стрелкой вокруг осей вращения плеча и предплечья указать направление вращательного момента. Сила тяги троса. Я, в принципе, как это делаю. Визуально, чтобы мне было проще понимать. Сейчас уже, в принципе, глаз, как говорится, наметан. Сразу вижу, куда вращается. Поначалу немножко было тяжеловато определить. Вот ставлю, допустим, карандаш. Вот у меня локтевой сустав. Закреплен у меня вот так карандашик. И вот трос. Сила тяги троса. Визуально, как будто это у меня получается рука. И вот трос привязан к этому карандашу. И он тянет вверх. Соответственно, если тянет вверх, он вот так вверх поднимается. Соответственно, здесь тоже с плечевым суставом то же самое. Трос вот здесь привязан. И он тянет вверх. Соответственно, получается у нас вращательный наш момент по часовой стрелке. Получается вот по часовой стрелке. И здесь мы проставили по часовой стрелке. Получается, показывает, куда будет двигаться этот вращательный момент плечо и предплечье. Под действием на руки силы тяги троса. Если этому не будут сопротивляться мышцы. Это движение, если оно произойдет в случае, если не будут как раз сопротивляться мышцы. Называется на анатомическом сгибание предплечья и плеча. Таким образом, мы определили, что направление вращательного момента силы тяги троса направлено на сгибание предплечья и плеча. Отсюда, соответственно, мы делаем выводы, что работают мышцы, которые их разгибают. Соответственно, это разгибатели плеча, а именно это задний пучок дельтовидных, широчайшая мышца спины, подосная мышца спины, круглая, малая и круглая большая мышца спины и длинная головка трехглавой мышцы плеча. И, соответственно, разгибатели предплечья, а именно это трехглавая мышца плеча, ну и тут еще локтевая мышца, но про нее мы на курсе пока не проходим. В принципе, вот. И хотел я еще добавить, что в разных упражнениях нагрузка на разные мышцы распределяется по-разному. В основном, какую-то или какие-то, я думаю, грамотнее, какие-то мышцы, на какие-то мышцы акцент делается больше, а на какие-то меньше. Вот в нашем задании, получается, акцент делается на трехглавую мышцу больше. В принципе, на этом все. Спасибо за внимание. Всего самого хорошего. До свидания. Я сейчас поставлю этот и напишу вот здесь, какие мышцы участвуют в нашем примере, в нашей задаче. Конечно, у меня подчерк не просил, но на всякий случай написал, чтобы у меня вот это все сохранилось. Разгибатели плеча – это задний пучок для литовидной мышцы, широчайшая мышца спины, подростная мышца, большая, круглая, малая, круглая, длинная головка трехглавой мышцы. Разгибатели плеча – это разгибатели плеча, трехглавая мышца плеча и локтевая. Но, опять же, на первом месте это разгибатели предплеча, потом разгибатели плеча. Как я сказал, акцент делается больше тут на предплечье. Сила тяги троса создает момент, направленный на сгибание плеча и предплечья. Значит, работают мышцы, разгибатели плеча и предплечья. Все мышцы перечислили. Честно признаюсь, записывал очень много дублей, много раз делал, потому что везде что-то забывал сказать. Уже несколько часов записываю, даже камеру пришлось пару раз зарядить. Но, думаю, в последний раз, в принципе, все сказал, что хотел. Спасибо большое за внимание. Пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok